Мы поговорили о факторах природы Будды, которые позволят нам достичь различных тел Будды. И мы увидели, что их три вида. Развивающиеся факторы, которые превращаются в изменчивые тела Будды или изменяющиеся тела Будды. Это два тела форм Будды — Нирманакая и Самбхогакая. И сюда включены две системы положительной силы, которую также называют собранием или накоплением заслуги. И глубокого осознавания, которое также называют собранием или накоплением мудрости. Которая превращается в дхармакаю глубокого осознавания Будды или джняна дхармакаю, то есть всеведующий ум Будды. И помимо этих развивающихся факторов или черт, есть также ещё и неизменные факторы, например, пустотность потока нашего ума. Которая также относится и к пустотности ума Будды — это сущностная природа Будды, которая неизменна. И третий вид этих факторов природы Будды — это тот аспект потока нашего ума, благодаря которому различные факторы могут быть стимулированы к росту. Мы можем получать вдохновение, чтобы эти факторы развивались. Если мы посмотрим более подробно на эти развивающиеся факторы, а именно на эти два накопления или две системы... Мы вот их упомянули, и сейчас мы их рассмотрим более подробно. Мы можем говорить об этих двух системах или сетях на двух уровнях. Есть системы, создающие сансару и чистые системы. Те, которые создают сансару, эти системы вносят свой вклад в то, чтобы наше подневольное перерождение сансара продолжало существовать. В целом, если говорить, когда мы накапливаем больше положительной силы, то это приводит к более благоприятным рождениям. И хотя в данном случае мы не рассматриваем систему отрицательной силы, точно так же она существует. И это точно такая же система, которая обуславливает наше рождение в неблагоприятных состояниях или мирах. Но также у нас есть чистые системы или, дословно, системы, которые создают «чистое». И водоразделом здесь является мотивация, с которой они созданы, и потом посвящение этой положительной силы в конце. И это слово «мотивация» подразумевает два уровня. С одной стороны, это цель, которую мы стремимся достичь, и с другой стороны, эмоциональная составляющая, то есть, что мы переживаем, что мы чувствуем, двигаясь к этой цели. И это очень важно, когда мы в буддизме говорим о мотивации. Здесь есть две составляющие. Это, с одной стороны, наша цель, и, с другой стороны, те состояния ума, которые нами движут, когда мы к этой цели направляемся. Направляемся. И есть два уровня чистых систем. Если мы стремимся к освобождению, если наша цель – освобождение, если наша цель – освобождение, а наше состояние ума или эмоция, которая нами движет – это отречение, то есть, желание быть свободным от перерождения в сансаре. И мы совершаем какие-либо созидательные действия, или мы медитируем на четыре благородные истины, а потом после этого посвящаем накопленную положительную силу освобождению. То это станет частью той чистой системы, которая приведет нас к освобождению. Если наша цель – это просветление, и эмоциональная составляющая – это любовь, сострадание, вселенская ответственность, ответственность за то, чтобы привести всех в освобождение, просветление и, в конце концов, в бодхичито. И если мы с такой мотивацией совершаем какие-либо созидательные действия, или медитируем на четыре благородные истины, или пустотность, а потом посвящаем это достижению просветления, то тогда накопленная положительная сила будет частью системы, чистой системы, создающей просветление. Таким образом, эти системы могут помочь нам или в том, чтобы продолжалось наше ассансарное существование, или достичь просветления или освобождения. То есть, все зависит от того, какова наша мотивация, к чему мы стремимся, и в каком состоянии ума мы совершаем те или иные действия, действия, и потом, чему мы их посвящаем, если вообще мы делаем это посвящение положительной силы. То есть, у нас есть четыре варианта. У нас нет ни цели, и мы ничему это не посвящаем. Мы совершаем как положительные, так и отрицательные поступки. То это просто будет укреплять, уековечивать наши постоянные взлеты и падения, то есть, нашу сансару, подневольно повторяющееся перерождение, когда мы будем перерождаться то в низших, то в высших мирах. И вот создание такой сансарной системы не будет вообще буддийской практикой, не будет вообще духовной практикой с буддийской точки зрения. То есть, если мы делаем что-либо, и посвящаем это либо благам этой жизни, или вообще ничему не посвящаем, то это не будет духовной практикой, или, правильнее сказать, практикой дхармы, потому что, ну, духовно – это такое немного смешное, расплывчатое слово. И только в том случае, если эти действия направлены, как минимум, на улучшение наших последующих жизней, это можно назвать практикой дхармы. И когда мы говорим о духовной практике, то есть три уровня. То есть, три уровня ламрима, или поэтапного пути к просветлению, если мы медитируем на пустотность или совершаем созидательные действия, при этом желая попасть в более благоприятные обстоятельства или миры, и страшась низших перерождений, то такая практика будет практикой низшего уровня мотивации ламрима. И если мы делаем эти практики или медитации с мотивацией достичь освобождения, и нами движет при этом отречение, желание освободиться от сансары, то, и мы посвящаем в конце все, что мы накопили, достижение освобождения, то это будет мотивацией среднего уровня ламрима. Если же мы делаем эти практики или медитации при этом руководствуясь бодхичитой, точнее, любовью, состраданием, вселенской ответственностью и бодхичитой, и наша цель — это просветление, и потом мы посвящаем все накопленное просветлению, то тогда это будет, будь то практика сутры или тантры, неважно, это будет практикой, которая соответствует высшему уровню мотивации ламрима. То есть у нас может быть четыре намерения или четыре результата, которые за этим последуют, мы или просто увековечиваем сансару, или мы стремимся к более благоприятным перерождениям, или к полному освобождению от сансары, или к просветлению. Давайте помедитируем над этим, или усвоим это. Мы исследуем самих себя, когда мы совершаем какие-либо созидательные действия, будь то просто воздержание от разрушительных поступков, или на самом деле какие-то активные действия по помощи другим. Когда я это делаю, беспокоюсь ли я о том, чтобы посвятить накопленную положительную силу чему-либо, если да, то чему? И если мы знаем об этих разных видах систем, то мы можем, исследовав, что мы делаем и чему мы это посвящаем, как минимум понять, что с нами происходит, или, может быть, даже улучшить свою мотивацию, понимая, что, возможно, то, что мы делаем сейчас, не слишком эффективно. Субтитры делал DimaTorzok 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 Таким образом, правильное намерение и правильное посвящение Субтитры делал DimaTorzok Мы можем на словах очень легко сказать, что я посвящаю это достижение просветления на благо всех живых существ и более того, чтобы все живые существа достигли просветления. Для того, чтобы наше намерение было подлинным, когда мы говорим, что мы устремляемся к просветлению, важно понимать, что имеется в виду под просветлением и не только понимать, что такое просветление, но и быть убежденными в том, что мы можем достичь этого состояния. И вот эта эмоция, которая стоит за этой мотивацией, за этим намерением, она должна быть искренняя, не просто механическая. То есть, важно не оставлять вот эти понятия мотивация, намерение, цель, посвящение, как бы мы это ни называли, просто на уровне слов, на уровне жаргона. Читаем мы их на своем родном языке или на тибетском, который мы, может быть, и не понимаем. So, consider that, please, in terms of how you actually have this motivation or aim and how you actually have the dedication. How really convinced am I about the existence of rebirth, the existence of liberation, the existence of enlightenment, all these sort of things, which basically comes down to our understanding and conviction and the Four Noble Truths. И, пожалуйста, обратите внимание, когда вы зарождаете намерение, когда вы делаете посвящение положительной силы, действительно ли вы уверены в том, что существуют такие вещи, как перерождение, освобождение, просветление, а в конечном счете это сводится к пониманию четырехополгородных истин? Otherwise, we're aiming for something that we don't even understand, we don't even know if it exists, and we're not even sure that we can get it, which is not very effective, is it? В обратном случае, получается, что мы устремляемся к тому, мы устремляемся к чему-то, что мы даже не знаем, что такое, и мы не уверены, что это существует, и что мы способны этого достичь. Но это будет не слишком эффективно, не так ли? Please, reflect on that in terms of your own behavior. Пожалуйста, поразмышляйте над этим с вашей личной точки зрения, с точки зрения вашего поведения, ваших поступков. Продолжение следует... 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 сострадание, когда мы желаем, чтобы все существа были свободны от страданий и причин страданий, и исключительная решимость, которую также иногда называют вселенской ответственностью, это решимость, это ответственность, когда мы говорим «Да, я помогу каждому существу достичь освобождения и просветления». Вот это бодхичитта. Итак, у нас есть две стадии отречения бодхичитты, это с одной стороны с усилиями и с другой стороны без усилий. «С усилиями» означает, что нам нужно породить, создать это состояние ума, следуя по цепочке рассуждений. Если говорить о бодхичитте, то это, например, может быть метод, основанный на причинах и следствиях из семи частей, когда на основе равного отношения или беспристрастия мы думаем о том, что все существа были моими матерями, что они были к нам добры, и мы хотим воздать им за доброту и так далее. И работая с этой цепочкой рассуждений, мы приходим к тому, что создаем это чувство, зарождаем это чувство, мы на самом деле чувствуем бодхичитту или отречение. Пока еще она не настолько в нас укоренилась, чтобы она возникала спонтанно, мгновенно, без необходимости проходить вот по этой вот цепочке рассуждений, прилагать какие-то усилия. Когда у нас появляется это чувство без усилий, оно движет нами, и мы не прикладываем никаких усилий, то это будет уже бодхичитта или отречение без усилий. И это уже достаточно продвинутый уровень, когда у нас эти чувства возникают без усилий. Now, working toward achieving liberation or enlightenment has a presentation of what's usually called the five paths. Когда мы прилагаем усилия, двигаясь к просветлению или освобождению, то этот путь разделяется обычно на пять частей или пять путей. Path is a little bit incomplete, a way of translating, because that implies a road that you walk on. But rather it is, we're talking about five levels of mind that are pathways that lead from one to the next all the way up to liberation or enlightenment. И обычно это переводят словом путь, говорят пять путей, но это не совсем полный перевод, потому что это предполагает некую дорогу, по которой мы движемся. Но на самом деле здесь имеется в виду состояние ума. Это разные уровни ума, которые мы развиваем по направлению, продвигаясь к этой цели. Они, эти состояния ума, служат для нас путем. Мы только достигаем первого из этих пяти путей, когда у нас появляется или отречение без усилий, или не только отречение без усилий, но и бодхичитта без усилий. Вот тогда как раз начинается весь этот список из пяти. Вот мы вступаем на первое из этих уровней тогда, когда у нас это появляется без усилий. И мы можем продвигаться по этим пяти путям в двух направлениях или по направлению к освобождению. Как, например, шраваки, которые слушают учения Будды, или протека Будды, которые действуют на основании своих инстинктов из прошлых жизней, которые живут в темной эпохе, когда учение Будды недоступно. Или мы можем проходить по этим стадиям, направляясь к просветлению. И, двигаясь к просветлению, мы также достигнем освобождения, или, как считают одни системы, это произойдет до достижения просветления, или некоторые индийские системы считают, что это произойдет одновременно. Вне зависимости от того, в каком направлении мы двигаемся, мы проходим в своем развитии по этим пяти путям ума или уровням ума. И если у нас есть бодхичитта или отречение с усилием, что может быть у нас уже сейчас, если мы, конечно, хорошо постараемся, приложим определенные усилия. Для этого нам нужно, как я уже говорил, обладать пониманием того, что это такое. Итак, если у нас есть эти подобные чистые системы, то есть у нас бодхичитта или отречение с усилием, то даже хотя мы прикладываем усилие, все равно это будет вложением в достижение нами освобождения или просветления. Пусть даже мы пока прикладываем усилия, и эти чистые системы называются подобными. Так. Так. И поэтому, действительно, очень важно в начале установить мотивацию и в конце наших созидательных действий или медитации посвятить планирую, положительную силу и глубокое осознавание достижению освобождения или просветления, потому что в этом случае, пусть даже мы прикладываем усилия, у нас возникает эта мотивация бодхичитта или отречение с усилием, тем не менее, мы сможем сделать вклад в достижение просветления, тем самым развивая вот эти вот подобные чистые системы, а в обратном случае, если мы эту мотивацию создать не будем и не будем делать посвящение, то этого не произойдет. И вот как раз почему в разных текстах по ладжонгу или тренировке состояния ума или по ламриму говорится о важности создания мотивации и посвящения положительной силы. Таким образом, даже сейчас мы можем работать над тем, чтобы развивать вот эти вот подобные чистые системы. Что же касается подлинных чистых систем, мы начинаем работать над ними, мы начинаем... мы начинаем создавать или развивать эти подлинные две системы тогда, когда у нас появляется или отречение без усилий, или и отречение, и бодхичитта без усилий. And when we have that unlabored stage, then, as I said, we attain the first of these five pathway minds, the so-called, usually translated as path of accumulation, it's a building up pathway mind. We're building up, basically, shamatha and vipassana. И когда у нас появляется это отречение или отречение с бодхичиттой без усилий, мы достигаем первого уровня, который переводят как уровень, как путь накопления, или, можно сказать, путь создания, потому что, фактически, это тот этап, когда мы работаем над развитием shamatha и vipassana. Shamatha, if we haven't achieved it before, is a stilled and settled mind, just focused single-pointedly on 16 aspects of the Four Noble Truths or Voidness. Shamatha, которую мы также можем достичь и до первого пути, это спокойное, устойчивое состояние ума, сосредоточенное на 16 аспектах четырех благородных истин или на пустотности. Оно сопровождается чувством готовности, то есть, нашей способности сосредоточиться на любом объекте. And vipassana is an exceptionally perceptive state of mind. А vipassana — это исключительно восприимчивое состояние ума, which, in addition to being stilled and settled, has, and having this sense of fitness of being able to concentrate on anything, has an additional sense of fitness of being able to perceive, to understand anything. Когда в дополнение к этому спокойному и устойчивому состоянию ума и готовности направить свой ум и сосредоточиться на любом объекте, также присутствует еще один вид готовности, а именно готовность постичь, познать любой объект. Во всех его аспектах все мельчайшие подробности этого объекта. And in the context of this building up pathway of mind, again, it's focused on the 16 aspects of the four noble truths, or voidness. И, опять же, в контексте этого первого пути Махаяны, первого из пяти путей, мы будем сосредоточиваться на 16 аспектах четырех благородных истин или на пустотности. Okay. So, from that point, when we first attain this building up state of mind, all the way up to the last moment of the fourth pathway mind, and right before we attain liberation or enlightenment, during that period, we have the actual pure building networks. И, начиная с первого момента достижения нами первого из пяти путей и заканчивая последним моментом четвертого из этих путей, то есть непосредственно до достижения освобождения и просветления, у нас есть вот эти подлинные чистые системы. Итак, если мы знаем подробно об этих пяти путях ума, что довольно сложно, даже когда мы говорим о подлинной чистой системе, и мы сейчас обратим внимание на систему глубокого осознавания, то есть мы говорим о познании 16 аспектов четырех благородных истин или о пустотности. Это не обязательно неконцептуальное познание. Оно становится неконцептуальным, когда мы достигаем третьего из этих пяти путей Махаяна или пяти путей ума, а именно пути видения. И более того, нам даже не обязательно, чтобы у нас было полное поглощение, или так же, как некоторые, в том числе, Джеффри Хопкинс, переводчики переводят, медитативное равновесие, которое, по сути, является объединенной парой Шамадхи и Башины, потому что ее мы достигнем только с достижением второго из этих путей ума, которую я перевожу как путь применения или путь ума применения, в то время как часто его также переводят как путь подготовки. И более того, нам даже не нужна Шамадха, или однонаправленное средоточение, или Самадхи, потому что, если мы не достигли Шамадхи до достижения первого из этих пяти путей ума, мы можем достичь ее во время этого первого пути. И если об этом подумать, это действительно вдохновляет. All we need, and that's a big all we need, the only thing we need, as if it were easy, it's not, the only thing we need for it to be an actual, you know, pure, you know, enlightenment-building network is that our building up positive force and our deep awareness, you know, our meditation on the Four Noble Truths and the voidness has to be in the context of unlabored renunciation and bodhicitta. Unlabored? Right, for it to be the actual one, it's unlabored. Таким образом, для того, чтобы наше бодхичито или отречение были без усилий, нам всего-то ничего нужно, нам нужно не так уж и много. Конечно, нельзя сказать, что это действительно не так уж и много, потому что достичь всего этого довольно сложно, но нам не обязательно все вышеперечисленные достижения. Right, before the renunciation, bodhicitta is labored, so that's facsimile, now it just has to be unlabored. We don't necessarily have to have shamatha. We don't have to have single-minded concentration, we don't have to have shamatha, we don't have to have combined shamatha and vipassana, we don't have to have non-conceptual cognition, avoidness, or anything like that. That will come along the way. То есть, сначала у нас отречение бодхичито с усилием, потом мы достигаем отречение бодхичито без усилий, но отречение бодхичито без усилий мы достигаем до того, как до однонаправленного сосредоточения шамадхи, объединенных шамадхи и упашьины, и неконцептуального постижения пустотности. Давайте повторим это, восстановим это в своем уме, или усвоим, чтобы мы смогли это запомнить. Подтвердим, что мы это поняли. Я не буду вас проверять. Субтитры создавал DimaTorzok By the way, if this were a group of Tibetans in a monastery, you would receive a lecture like this, and then you would have to pair off two by two and debate, and you'd have to test each other's understanding, make sure that you have understood. Nobody can get away with just sitting there passively with a nice smile on their face, and not understanding or remembering anything. И если бы мы получали учения в монастырях, если бы мы были тибетцами, то мы, услышав бы подобную лекцию, должны были бы разбиться на пары и вести дебаты друг с другом, чтобы проверить, действительно ли мы поняли, усвоили этот материал, мы не могли бы просто сидеть с милой улыбкой, а потом идти домой, на самом деле ничего не поняв и не запомнив. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 So, within that whole network of what's going on, while I'm doing constructive behavior, within the whole network of all the mental factors and things that are occurring simultaneously, networking in each moment of my helping somebody, there are some factors, that grasping for true existence and the unawareness and so on, that is not going to transform into the form bodies of a Buddha. То есть, если мы рассмотрим вот эти системы, которые у нас, системы различных факторов, которые присутствуют в нашем потоке ума в каждый момент времени, когда мы помогаем другим, то мы обнаружим, что среди этих систем есть факторы, которые не превратятся в тела Будды, когда эти системы станут соответствующими телами Будды. Only the positive force, so-called merit, and the deep awareness aspects, that is what is going to transform the positive force into the form bodies, the deep awareness into the deep awareness dharmakaya, not this other garbage that is also going on in your mind at the same time. То есть, только наши две системы, система глубокого осознавания и система положительной силы, только они станут, соответственно, телом дхрамакая, глубокого осознавания дхрамакая, и телом форм рупакая, самхуакая и нерманакая, а всё остальное, кроме этих двух систем, в эти тела Будды не превратится, потому что там среди всего этого в основном будет разный мусор. Why is that important? Почему это важно? Because we can get very discouraged. Well, you know, I'm really trying. I even have this unlabored bodhicitta, and yet I'm still deluded. Well, what do you expect? All the way until our hot ship is still going to be deluded, and still have disturbing emotions. So, be patient. So, even though I might have attachment, toward you, nevertheless, if I help you, and dedicate, you know, aim that, you know, the intention is, this is the positive force of it, is going to act as a cause to reach enlightenment, and I dedicate it toward that, even if there's attachment there, so long as I have either labored or unlabored, bodhicitta acts as a pure, as a cause for actually achieving enlightenment. It's very important to understand, otherwise we get very discouraged, we think, how in the world can I ever build up these causes that are pure? Тем не менее, даже если мы помогаем какому-то человеку, и потом мы посвящаем положительную силу достижению просветления, и у нас есть привязанность к этому человеку, все равно положительная сила, ее чистый аспект, он будет посвящен и сослужит, станет причиной для достижения просветления, даже несмотря на эту привязанность, которая не станет такой причиной, потому что если мы этого не знаем, то мы можем засомневаться, если у меня все равно остались эти беспокоящие эмоции, как же тогда я могу создавать чистые причины, если... let that sink in, that's a very important point, otherwise, you know, so hard on ourselves, I can't possibly do it, because I don't have perfect concentration, I don't have... I still have attachment, and all these sort of things, still completely conceptual. Of course, we like that. Давайте попробуем поразмышлять об этом, потому что иначе действительно мы можем сказать, очень расстроиться, сказать, что у меня привязанность все еще есть, совершенное осредоточение у меня нету, по-прежнему... То есть, пока еще у нас возникают различные беспокоящие эмоции, и как же тогда я могу чего-то добиться? Still, we can build up these pure builders, these actual causes, or facsimile causes for liberation and enlightenment, so long as we have labored, or eventually unlabored, renunciation and bodhicitta. And then we work on these things along the path. Потому что мы можем... These other things. Потому что мы можем создавать эти чистые системы, если у нас есть или бодхичито и отречение сначала с усилиями, потом постепенно без усилий, даже несмотря на то, что у нас могут быть пока различные беспокоящие эмоции, и так далее. И постепенно мы продолжаем работать над этим, продвигаясь постепенно по пути. И давайте обдумаем это и постараемся усвоить. Это дает нам некое представление о приоритетах в практике. И и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... И различные действия по благословению окружающих предметов... Но у нас при этом нет бодхичитты или отречения ни с усилием, ни без усилий. Будет ли эти мантры или эти простирания причиной для достижения освобождения или просветления? Это создает положительную силу, но будет ли это положительная сила причиной просветления? Будет ли это? Будет ли это причиной достижения просветления? И так важно понять, что важно с точки зрения наших приоритетов. Одно и то же действие. Например, простирание или повторение мантры или помощь кому-либо. Действие одно и то же. И это может быть созидательное действие. Мы накапливаем положительную силу. Но что станет причиной этого накопления положительной силы зависит от нашего намерения и от того, чему мы его посвящаем. И тогда, если мы с правильной мотивацией поднесем... И тогда, даже если мы поднесем одному будди стакан воды, это будет лучше, чем если мы поднесем тысячи архатов, будд, бодхисаттв, превосходный обед. Это говорится в одной из сутр. Даже если мы дадим собаке воды с правильной мотивацией, это будет лучше, чем если мы без мотивации будем делать сотни тысяч простираний или какие-то другие фантастические практики. А вот что нам важно понять. Хорошо? Есть ли какие-нибудь вопросы перед тем, как мы продолжим? Вы не могли бы привести пример отречения без усилий? Это означает, что нам не нужно размышлять над всем списком всевозможных страданий, какие страдания есть в самсаре в целом, какие страдания есть в каждом из миров самсары. У нас даже не на мгновение не появляется мысли влечения к чему-либо в самсаре, и мы видим самсару как-то. Горящий дом – это классическое описание. Вот тогда наше отречение стало отречением без усилий. Когда нам всё кажется тюрьмой. Развить это состояние ума не так просто. И мы также можем неправильно понять, что здесь имеется в виду, думая, что в этом состоянии мы не можем ничем наслаждаться, не можем получать удовольствие. Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться, например, хорошим обедом или чем бы то ни было ещё, просто важно не делать из-за этого удовольствия. Самую прекрасную вещь в мире, важно не цепляться за неё таким образом, то есть мы просто наслаждаемся тем, что у нас есть. Если мы построили огромную массу позитивной силы, то мы всегда испытываем счастье. Это может быть не... Это, конечно, не так нестабильный блеск Будда. Это просто обычная переживание изменения, обычная счастье, которая не проживает, и так далее. Но, в любом случае, мы будем снять хорошую еду. То есть мы просто переживаем это с определённым уровнем счастья, и если мы накопим много положительной силы, то это как раз созреет в то, что мы будем переживать больше обыденного счастья, и пусть обыденное счастье – это всего лишь навсего страдания перемен, но тем не менее мы будем, к примеру, за обедом чувствовать счастье. И мы можем, например, говорить, я принимаю эту пищу не из привязанности или желания, а ради того, чтобы быть способным помогать другим. И также мы можем желать, пусть все живые существа насладятся такой едой, но при этом, когда мы едим, мы можем испытывать удовольствие от этого. И без пристрастия. У нас хорошая еда или плохая еда, по большому счёту это не важно. Если выполнение практики нэндра, такие как поклоны, как водроштатва, без правильной мотивации не ведёт к просветлению, можно ли тогда сделать обратный вывод, что выполнение каких-то иных действий с правильной мотивацией, ну, не знаю, вместо простирания, там, подпрыгивания или, в лучшем случае, кормления кого-либо, допустим, да, может ли это стать с правильной мотивацией, путём которой идёт к просветлению? Да, это может быть причиной для достижения просветления, конечно. Ну, если мы будем прыгать вверх и вниз или сделаем сто тысяч отжиманий, посвящая это достижению просветления, ну... Это действие будет относиться к разряду неопределённых. Помните, мы разделяем явления на созидательные, разрушительные и неопределённые, или благие, неблагие и неопределённые. Созидательные – это те, которые накапливают положительную силу, и их результат – это счастье, в то время как разрушительные – это те, из-за которых мы накапливаем отрицательные. И пример – это воздержаться от убийства комара, созидательное действие, или убить комара, разрушительные. Простерение – это конструктивное действие, потому что мы не только говорим о физической действии, хотя физическая действия в себе считается конструктивной, но и все, что происходит вместе с ним. И простирание относится к созидательным действиям. Мы совершаем не только определённые действия на уровне тела, но также и мы представляем что-то, мы начитываем определённые строки, и всё это относится к созидательным действиям. То есть, таким образом мы выражаем уважение. И неопределённое действие – это действие, которое может стать и созидателем, и разрушителем в зависимости от мотивации. И неопределённое действие может быть, если у нас при этом положительная мотивация, причиной просветления. Классический пример – если мы входим в дверь, то мы при этом представляем, что мы покидаем сансару, мы достигаем просветления и ведём с собой всех существ к просветлению. То, что мы проходим в дверь – это неопределённое действие, но поскольку наша мотивация созидательная, то это становится действием, которое ведёт к просветлению. Тем не менее, если мы будем ходить из одной комнаты в другую, постоянно проходя через дверь, и сделаем это сто тысяч раз в качестве нашей предварительной практики вместо простираний с правильной мотивацией, это всё же, видимо, будет менее эффективным, чем простирание. Но вот я девять лет работал секретарём, переводчиком, помощником своего учителя Сэркон Горинпоче. И я всегда смотрел на ту работу, которую я для него делаю, как на свои предварительные практики – написание ста тысячи писем, получение различных многочисленных виз, других документов. Вот вся эта работа. Например, сто тысяч телефонных звонков. Когда я договаривался по поводу его расписания или когда я получал визы для его поездок, то же самое, когда мы получаем визы, к примеру, помогаем получить учителю визы, когда он приезжает в Россию, точно так же на это всё можно смотреть как на предварительной практике, если у нас правильная мотивация. С чем теперь? Как ты понимаешь, что твои мотивация 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 мотивации? Потому что, да, да, мне кажется, что это очень хорошая мотивация, но когда ты поймёшь некоторые, даже не можешь понять, я не знаю, что это очень хорошая. Очень хороший вопрос, как узнать, что у нас правильная мотивация, потому что бывает такое, что мы помогали кому-то и думали, что у нас правильная мотивация, а потом через какое-то время мы поняли, что мотивация была неправильная. Здесь есть несколько. Во-первых, даже если мы как можно лучше стараемся породить правильную мотивацию, до тех пор, пока мы не достигнем состояния архата, она не будет лишена беспокоящих эмоций, цепляния за истинное существование, эгоизм или себелюбие и так далее, до тех пор, пока мы не достигнем состояния архата. Поэтому нам нужно исследовать, какой самый сильный фактор, который играет здесь роль. И стремиться уменьшить, насколько это возможно, вот те другие ненужные факторы, которые возникают в силу того, что пока мы еще не архат. И во-вторых, даже если мы с идеальной мотивацией что-либо делаем, все равно нет гарантии, что это не принесет вреда. Почему? Потому что, что бы мы ни делали, на ситуацию всегда влияют миллионы факторов. Классический пример. Мы дали кому-то миллион рублей, к примеру, и на следующий день этого человека ограбили и убили, чтобы получить эти деньги. Наши намерения были не в этом, не правда ли? Так. Так. So, this is why the motivation, these sort of things, are things that we need to emphasize, and why we have to become a Buddha. Because only a Buddha would know all the causal factors that will affect the outcome of something, so only a Buddha knows really what is the best thing to do to help others. At our stage, in any stage before being a Buddha, we just try our best, based on as much information and experiences we can have. И вот почему мы стремимся к состоянию Будды, потому что только Будда может полностью узнать все эти многочисленные факторы и может знать последствия своих действий, какие результаты из этого созреют. И, соответственно, он может делать то, что на самом деле поможет другим наилучшим образом. Мы же пока можем только стараться делать то, что в наших силах, учитывая ту информацию, которая у нас есть, тот опыт, который у нас есть. А вот нужно ли всегда перед каким-то хорошим делом порождать в себе такую мотивацию? Ну, грубо говоря, ты видишь, что пожилой человек не может купить себе продукт, да? И ты просто берешь и покупаешь мой продукт, чтобы он мог покушать, и при этом не думаешь, что вот сейчас я совершаю это с мотивацией, чтобы освободиться от сенсации, чтобы освободить всех существ, или там только себя, если ты там, Шравак или Архат. То есть не будет ли вот это, ну, как бы уже некая, там, да, какая-то выгода, да, что я все делаю, да, чтобы накопить в себе, там, вот, и вот, и не будет ли проще просто помочь тебе бабушке забыть об этом таким образом, ну, совершить такую хорошую поступку? Означает ли это, что нам перед началом каждого дела нужно думать о своей мотивации? Например, если мы хотим помочь пожилому человеку, который не может купить себе еды, и мы этого человека кормим, нам, получается, каждый раз нужно зарождать эту мотивацию, и не будет ли это таким духовным накопительством, корыстью, не легче ли просто делать? Но когда мы хотим делать какие-то позитивные действия, то мы, каждый раз, нужно все это сделать. Например, мы будем покупать, что, например, как истинный человек, который не может купить о себе, как истинный человек, и мы питаемся к этому человеку, и мы должны постоянно думать о том, что мы должны делать это, чтобы мы достигаем его liberацией, и мы достигаем его влажнение, В вашем вопросе два аспекта. Первое, что подчеркивает Шантидева, когда мы делаем посвящение положительной силы, мы посвящаем это не только тому, чтобы лично мы достигли просветления, но и достижению просветления всеми существами. И второй момент, то, что мы стремимся достичь этой мотивации без усилий, когда нам не нужно будет прилагать усилия к тому, чтобы развить с помощью какой-то цепочки размышлений этой бодхичиты до этого действия. Мы стремимся к тому, чтобы эта мотивация просто всегда была с нами. В начале, да, конечно, нам приходится проходить по всем этим шагам. И в конечном счете нам не нужно будет проходить по всей этой цепочке, нам нужно просто напомнить себе об этой мотивации, а потом она у нас уже будет автоматически. Но в чем практический аспект этого? Практический аспект – это, если это человек, который я имею огромное отношение к, то, конечно, я хочу помочь им, потому что я люблю быть с ним, spend time with them. Если, например, какой-то человек нам сильно нравится, и у нас есть привязанность, то мы думаем, да, конечно, я хочу помогать этому человеку, чтобы просто проводить с ним время. Но важно быть очень осторожными, потому что тогда мы видим, что в первую очередь наша мотивация – это привязанность. У нас нету чистой мотивации, хотя бы как часть. И когда это становится важным, создавать мотивацию с усилием. Если мы видим, к примеру, бабушку, пожилую женщину, которая просит милостыню в метро, и у нас есть в кармане мелочь, и нам не хочется ничего ей давать, например, мы торопимся или по какой-то другой причине. Тогда мы думаем, что ведь это может быть наша мама или бабушка, или это даже, может быть, можем быть мы сами, вот мы сидим и просим милостыню. И тогда уже нам может быть полезно пройти по этой цепочке рассуждений, вспоминая о том, что все существа были нашими матерями, и так далее, и так далее, для того, чтобы мы все-таки смогли найти несколько секунд, для того, чтобы слазить в карман, достать разменные деньги и дать этой женщине. Так... Итак... эти, как я считаю, практические примеры,当然 мы нужны, الذي precisamente нужно применять то, что имеет ответственное и другой разум, и не только просто, что его предпочтение, что он идет pist материалом, и начал ее поколиваться. И как выйти из тех, которые можно сказать. И вот именно в каких практических жизненных ситуациях нам может помочь то, о чем мы говорили, Когда мы именно из такой мотивации действуем, а не просто думаем, что я хочу быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком, потому что вот это вот как раз и будет духовным материализмом. Еще вопрос. Как быть, когда нам помогают? С какой мотивацией мы должны принимать помощь? Как быть, когда нам помогают? С какой мотивацией мы должны принимать помощь? Как говорится, во вторичных обетах бодхисаттвы мы должны принимать помощь. Мы принимаем их помощь, исходя из того, что это помогает им практиковать щедрость, накапливать положительную силу, то есть это часть практики щедрости. Спасибо. These people are sitting, standing inside, are sitting inside, and they can hardly move. There's such a tiny, tiny space for them to stand in, and horrible air. And they're standing there all day to make a few pennies, or the lady who's by the public toilet, collecting the few pennies, to go in, and to always think, in terms of these people there, my goodness, you know, it could be my mother working there, my grandmother working there, it could be me working there. And to develop some sort of, at least, compassion, this is a way, a labored way, of building up this type of compassion, this appreciation for others. So notice everybody around you, the suffering that they have. Very, very helpful. And, возвращаясь к предыдущему вопросу, может быть, очень полезная практика, если когда мы просто идем по городу и видим других людей, вот, например, людей, которые продают разные мелочи в метро, в этих киосках, где очень мало места, они едва там могут сидеть или стоять, они вынуждены там стоять весь день для того, чтобы просто заработать там несколько рублей, или есть женщины, которые заведуют этими туалетами, которые тоже с утра до вечера там стоят рядом с этим туалетом, для того, чтобы немного заработать, и мы можем думать, ведь на этом месте могут быть наши матери, или мы сами, и как раз таким образом мы можем с усилием развить сострадание к другим, оценить, признать их сложности в жизни. Скажите, а тогда такой вопрос, не является ли наша вот эта физическая помощь таким, на самом деле, как бы ядом, что человеку, а в этой сансарии не все такое плохо, кто-то помогает мне, человеку еще больше привязывать? Когда мы помогаем кому-то физически или материально, не будет ли это ядом для этого человека, не станет ли это причиной его привязанности к сансарии, он будет думать, что в сансарии все не так уж и плохо? When we are helping materially to other people, maybe it will be harmful for them, because it will give them hope that samsara is not so bad, and it can be the reason for attachment to samsara. The absurd conclusion that would follow from that is that we should never help anybody, never give food to the starving, never give medicine to the sick, never do anything, because then they'll be attached to, you know, comfort of samsara. Never feed your dog, never feed your children. Абсурдное заключение, которое последует из этого, в том, что тогда, получается, нам не нужно помогать голодающим, не нужно лечить больных, не нужно кормить свою собаку или своих детей, потому что, ну, вот так им будет в сансарии комфортно, они к ней привяжутся. I'm using here the buddhist method called prasangha. Prasanghikas use this method, which is to take something to its logical, absurd conclusion. Я здесь использую буддийский метод prasangha, как раз от названия которого происходит слово prasanghika, когда мы берем какое-то утверждение и доводим его до абсурда. И это помогает нам понять. Правильно? И, опять же, мы никогда не знаем, каков будет результат нашего действия. И я думаю, вы имеете в виду то, что мы могли бы назвать слово баловать человека. Например, мы можем баловать своих детей, покупаем все игрушки, которых они хотят, безмерное количество шоколада, и, конечно, только это их испортит. Поэтому очень важно использовать распознавание, чтобы отличать, что будет полезно, а что вредно. I'm sorry if I require one more attention. But concerning of the beggar in the metro station, because usually everybody meets it. Если я вижу, например, женщина, гражданка, которая просит денег с ребенком, и я предполагаю, и я почти уверен, что для 90% это такое бизнес, потому что все знают, что много артиков, в книжках, это такое crime организация, в котором они просит денег не для себя, может быть, они имеют сервера, и большинство денег они вернутся к главному. В этом случае, если я понимаю, или в другую ситуацию, когда я вижу в моем городе очень тяжелый транспорт на улице, и некоторые люди спрашивают троллей, и они спрашивают денег, потому что я боюсь, что кто-то, понимаете, его, то что я должен делать в этой ситуации? Если я даю им денег, я имею в виду, чтобы они стимулируют этим бизнесом, то что я должен делать в этой ситуации? Окей, это очень сложный вопрос. Что он говорит, что когда мы находим беджар, которые работают в какой-то индивиду, это случается в многих странах, что они должны дать определенный процент, обычно очень большого, percentage to the boss, as it were, and they go around with a baby, it could almost be like rent a baby, not even their baby, in order to make money or, you know, cripples and so on. And in some places, the bosses even cripple children in order to use them for begging. Then what do we do in that situation? Do we give which is going to support the boss or what? This is a very difficult question. It happens that the poor people who ask mercy actually work as a member of a criminal union or a group. And, in fact, this is a system where the majority of income goes to the boss. And all these people who ask mercy, they, for example, if this is a child with a child, then it may not be her, it is just a child who has taken care of. And, moreover, this boss can specifically kill people to help them with colleagues and ask mercy. So, it turns out that if we are going to give mercy, we are going to support this boss and his work. Let's expand your example to an international level that you give foreign aid for people in a very, very poor country or in a war zone and 80% of it goes into the pocket of the corrupt officials. Можно привести и пример на глобальном уровне. Какая-то страна получает гуманитарную помощь, но 80% этой помощи идет коррумпированным чиновникам. But, 20% does go to the people. So, do you punish the people by not giving anything at all? You know, is it better to give them 20% and feed the pocket of the corrupt officials, or is it better to give nothing? A very serious dilemma in terms of international aid organizations and governments, isn't it? It's the same problem. — There's no simple answer to that, to the beggar who is forced to work for the syndicate, and that it is not enough to give them anything. — It is a very big question, to give them anything, or give them 20%, by the way knowing that 80% of them will be in the corrupt officials. This is a very big question, a big dilemma, which is the most important question in the international level. — There's no simple answer to that, to the beggar who is forced to work for the syndicate. If you give that beggar food, you know, an apple, or a bottle of water, or something like that, then, you know, it's something that they can directly benefit from. However, this is often the case in these things, if they don't bring in a certain amount of money every day to the boss, they get punished. So, that's quite difficult, isn't it? — And with international aid, there are many countries, with a great amount of corruption, that will not let you go in personally. — And with international aid, there are many countries, with a great amount of corruption, and distribute your medicines, or whatever, you have to give it to the government officials. Again, very difficult. — And in poor countries with high corruption, it happens that the citizens don't let you in the country, so that you personally give them drugs or help their residents. Instead of this, they can only take them themselves. And, of course, this is a very difficult question. — So, I don't think there's a very easy answer to that. — It is better, undoubtedly, if the beggar at least gets something to give to the beggar, especially if the beggar is going to be punished severely for not bringing in enough. And certainly try to give them some food, if you have. — Much more difficult is when you have a beggar who is smoking cigarette, carrying a bottle of beer, something like that, or is just drunk, or, obviously, stoned on some drug, and they're begging for more money to buy more cigarettes and alcohol and drugs. Then, not so helpful to support their habit. — Again, you can give them food. — All these are very difficult examples. I think in Berlin. We have beggars in Berlin as well. And there are some who are perfectly healthy, and they've been begging in the metro system for years and years. And so they're, like, professional. I mean, this is sort of… they've made this their livelihood. And that… one starts to question whether or not it's worthwhile to support that. — Remember what Shantideva wrote, that the… perfection of generosity is not the elimination of all poverty in the world. If that were the case, then the Buddha didn't achieve this. — And, also, it's important to remember what Shantideva said, that Paramita, or perfection of humility, is not the fact that we will eliminate all the sin in the world, otherwise Buddha would never be able to achieve it. — That the perfection, far-reaching attitude, Paramita, whatever you want to call it, of generosity, is the willingness to give. — На самом деле, это далеко ведущее состояние ума, или Paramita, или совершенство щедрости. Это, на самом деле, состояние ума, когда мы готовы отдать другим всё, что угодно. — Then you have to discriminate. Will it be helpful? Will it be harmful? Etc. Но при этом нам нужно различать, что будет вредно, что будет полезно и так далее. И эти вопросы, они очень сложные. — However, even these beggars, who are being forced into begging, they're still a human being, they still have been having our mothers in past lifetimes. — And it's not helpful at all to look down at them and give them dirty looks, and be nasty toward them. — Or pretend that they don't exist. Ignore them. — В любом случае, эти люди, которые просят милостыни, там, даже если их кто-то заставил, к примеру, они были нашими матерями, и это точно так же люди, как и мы сами, и было бы неправильно смотреть на них свысока, бросать на них косые взгляды, или вовсе их не замечать, как если бы их не существовало. — But if we do something to help somebody else, not only is it important the motivation, you know, by the force of this, you know, may everybody attain enlightenment, but also may it be benefit to this person. Don't forget that. — И также, когда мы это делаем, важно, чтобы наша мотивация была не только пусть благодаря этому все достигнут просветления, но и пусть это поможет этому человеку. Это также важная часть мотивации. — Love and compassion. May they have happiness. May they be free from suffering. — То есть это любовь и сострадание. Пусть они будут счастливы, пусть они будут свободны от страданий. — So with that lovely thought, why don't we end for today вот на этой прекрасной мысли давайте и остановимся на сегодня with the dedication с… сделаем посвящение положительной силы и глубокого осознавания. — So whatever positive force, that's on the side of the network of positive force, whatever understanding, that's on the side of the network of deep awareness. — May it act as a cause for everyone to attain enlightenment for the benefit of all. — May it act as a cause for everyone to attain enlightenment for the benefit of all. — It's not just reciting words. — And in some sense, when we do this dedication, we have to move the positive force or the understanding that we have in this direction. We don't just translate these words, we do some efforts. — The sort of joking analogy that I use is that we have to very consciously save it in the folder of enlightenment building. Otherwise, automatically, it's going to go into the samsara building folder. — Shuточная аналогия, которую я здесь использую, мы должны сохранить этот файл в папку «Система, которая создает просветление», иначе автоматически этот файл будет сохранен в папке «Система, которая создает samsara». — Okay. Thank you very much. — Спасибо большое. — Thank you. —족ах to begin to. — After I gave you the sini I believe it's… — Then we'll press I紀 — — Okay, special麵, —— — In this report for any warmening — Nordics Совет